Всем доброе утречко! У нас тут, как обычно, утро начинается с зарядки. Опять, каждый раз, когда показываю вот эти зарядки для детей, все спрашивают, что за канал. Канал называется P.Bowman. Сейчас опять будет заставка, я вам покажу. У меня уже много раз показывала, но все равно все спрашивают. Но нам на этом канале нравится более раннее видео, и вот самые, которые популярны, если зайти на канал, фильтр поставить по самым популярным. Вот они нам больше всего нравятся. О, большое сердце. Степа, тоже борись с ним, давай. Не, Степа просто сидит, смотрит. Я сегодня, кстати, первый раз сделала детям какао. Ну, как первый раз. Я его, может быть, делала года два назад, может быть, давно очень. Обычно мы пьем цикорий, а это какао. Мне интересно, понравится или нет. Мне кажется, Степа вообще не пьет. Я такой обожаю. Обожаешь, да? У меня его много. Если хотите, я буду вам каждый день делать. Я его для выпечки обычно беру, а мы его так не пьем. Вкусно, Степ? Да. А Степа тут намешал себе и хлопья, и мюсли, все на свете. Ел с удовольствием, но не доел. Так что я выкидывать не хочу. Лапе мы это тоже не даем, она такой не ест. Поэтому я буду сама это есть. Мне нравится это. Но, блин, конечно, доедать не очень классно. Но, тем не менее, я это не буду. Выбрасывать и это съем. У нас сегодня 6 января. Сегодня особо планов никаких нет. Мы сегодня будем отдыхать. Может быть, я начну сегодня вышивать. Потому что заказы у меня еще были до Нового года. Я говорю людям, что я до Нового года не буду больше вышивать. Буду после Нового года. В принципе, вот сегодня могу начать рисовать дизайн. Вот, канал называется Пик Боумен. Пик Боумен. Там немного подписчиков на этом канале, немного просмотров, ну, просмотров много вот этих популярных видео. Но мы на него наткнулись как-то. И нам он понравился. Да, вертушку сделал, Степа. Как там была вертушка. Спасибо за... Какао? Какао, да. Спасибо за какао. Пожалуйста, мы сладим. Миша же вчера проспал нашу игру каркасона. Сегодня он говорит, мама, давай играть, когда выключили зарядку. Мама, папа, давайте играть. Ну, давай, Мишу, не играть, конечно же. Мишу тоже нравится эта игра. Это у тебя уже стоит. Здесь поле с очками есть еще. А я параллельно еще с Тепей читаю книжку про собачку Соню. Мы вообще немного упростили эту игру. Мы играем без землевладельцев. То есть за землю мы вообще очки не считаем. Только за дороги, за города, за аббатство. И котик к нам пришел играть. Коллективный. Кто сбил? Мам. И котик у маленьких языков. Маленький язык, да? У котика. Дорога, дорога. У нас тут уже какой большой город. Вернее, карта большая. Нет, тут еще это. С городами, с дорогами. Батство. Что-нибудь поставлю куда-нибудь. Тихо, котик. Баба, батство. Ой, ой, снимай. Я отстаю. Нормально, Жусь? Жусь, нет. Нет. Так, мы поиграли. Теперь опять лепим. Степа, ну очень красиво. Это Степа слепил сам. Это глазки. Это носик. Это кто? Сова? Да. Сова. А где еще одна была? Она спряталась. Спряталась? А, вот она спряталась от злодея. Это злодей? Да? Да. Он... Сова против злодея. А это тоже сова? Да. И вот, сова. Сова спряталась от злодея, он говорит. Все. Степка любит лепить. И такие... У него не просто так, абы что там слеплено. Да, у него все с задумкой какой-то. Да, сова. Перебратил сову. Теперь спрятать сову? Да. А, сова с ней! И играет потом с ними. Молодец сделал. Вот сова только в этот круг все время засовывается куда-то. Вот у нас сколько от пластилина осталось. Тут был пластилин и вот конфетки в этой коробке. Пластилина совсем чуть-чуть осталось. Вот этот, единственный новый. Помогите! Помогите! Степка, она сейчас вся сомнется, если ты ее будешь так тюк-тюк. Помогите! Слушайте, мне в прошлый раз рассказали в комментариях лайфхак. Если вот такой пластилин легкий засох, то можно его в микроволновку на 5 секунд поставить, и он опять мягкий станет. Вот мы сейчас проверили. У нас вот этот кусок большой почти засох. Ну, он не до конца засох, он внутри где-то еще был мягкий, но снаружи он был засохший. Вон, смотрите, он стал мягкий, правда. Не такой, как был раньше, не такой тягучий, но, может быть, нужно дольше. Но я реально вот прям вот 5 секунд подержала, не больше. Он горячий сейчас, но он тянется, и из него можно лепить. Уж спасибо большое за комментарии полезные. Вот он стал какой-то другой по структуре, он такой пористый. То есть он был такой тягучий, а сейчас пористый какой-то. Но, тем не менее, он лепится, был сухой. Никита решил открыть кондитерский магазин. Вернее, не кондитерский, а хлебницу, да, Никит? А кондитерский там у Миши, у Миши конфетки. Я тебе сейчас буду помогать. Кондитерский тоже будет? Мама, ну ты помогай. Тут у нас еще фруктовый магазин есть. А у Степы магазин уникальных товаров. Нет, фруктовый. Фруктовый, да? Вот, да. Руссы, дай! Пока тут дети катаются на машинах, я делаю печенье. Ты хочешь мне помогать, Мишень? Не мешай. Давай. Молодец, Миш, молодец. Не успела я тесто раскатать, как Стёп сразу же, быстренько начал лепить. Да, Стёп? Клади, клади. Я пока ещё... Да я не включала ещё духовку. Так отпрыгнула. Я так свет включила, пока не включала духовку. Теперь день, Стёп, наступит. Мы всегда любили. Я не знаю, хочу вам что-нибудь рассказать, но я ничего не могу сказать, потому что меня просто не слышно из-за детей. Поэтому просто вот посмотрите. Хотела сказать, что мы всегда любили печеньки делать. Стёпа у нас самый помощник в этом деле всегда. Обычно Никита делает печенье, но в этот раз он разыгрался с Мишей, поэтому я не стала их отвлекать от их весёлой игры. Мы тут с Стёпой сами справимся. Да, Степаш? Вообще Никита попросил печенье на рассоле. Играют ли дети в детской комнате? Нет. Никогда. Они там вообще не бывают. Они там только и спят. Только Стёпа иногда играет в детской комнате, и то, если я тоже там. Всё. Они всегда здесь. Ха-ха-ха. 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 Не придумал. Ну. Стёпа, ты берёшь кубики любой, но мягкий. Берёшь меня китай. И ты их кидаешь. Ха-ха-ха. Или я вас кидаешь. И когда, например, попадаешь в мяк. Ха-ха-ха. 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 Так, печенюхи готовы. А вот эти ещё не очень готовы. Сейчас вот эти сниму. А те ещё немножко пусть побудут там. Вот такие вот печеньки получаются. Это первая партия. Там ещё вторая. Вторая. Ну, будет готова минуты, наверное, через три уже. Они сначала мягкие. Потом они засыхают и становятся вот прям такими печеньками. Если делать толстые, то они толстые. Ну, вот прям такие, как прянички. Я знаю, что многим не нравится печенье на рассоле, но очень многим оно как раз таки и нравится. Вот мы в числе вторых. И слава богу, потому что дети у нас его очень-очень любят. Стёпа делал сердечки. Дети убежали наверх. Слава богу. Потому что у меня уже голова, если честно, раскалывается. Вообще у меня сегодня целый день такое настроение не очень хорошее. Я даже думала влог не снимать. Но понимаю, что завтра 7 число. Я завтра не смогу провести прямой эфир. У меня там дел целую кучу днём. Поэтому всё-таки взяла камеру. А вообще от того, что дети сегодня целый день постоянно вокруг меня, у меня прям вот голова реально болит. Ещё у меня ПМС и настроение просто скачет. О, Стёпка. Печеньку. Поровал и побежал. Печеньку тащил. В общем, у меня настроение туда-сюда прыгает. Я просто от какой-то мелочи могу разорваться. И лучше меня в этот момент не трогать. Я поэтому обычно в такие моменты ухожу куда-нибудь в комнату, лежу, ничего не снимаю. Сегодня практически тоже ничего не снимала. Так, вторая партия у меня вот такая. Вот получилась она не такая поджаристая, как первая. Вот так. Но она поджаристая будет внизу, потому что там я делала на решётке, а тут я вот делала на обычном противне. Поэтому она снизу будет вот такая вот, более коричневая. Тут необычные все печеньки. Из остатков мы всегда делаем такие. Потом придумаем, на что они похожи. Вот такие вот необычные печенья. Вот это похож на слона, мне кажется, на какого-то мамонта. Хотя хобот не длинный, а такой коротенький, но всё равно похожи. Ужин у нас сегодня простенький. Вот такая вот картошечка, огурчики, помидорчики. Дети уже поели. Я теперь сажусь отдельно. Что-то мы в последнее время отдельно съедим. Серёжа, ты что, стоя кушаешь? Вкусненько так? Больше помещается, да? Голос Голос Голосом. Продолжение следует. Не-не-не-не-не-не. 1-2-3-2-3-4-1-2-4-2-3-1-4-4-2-0-1-4-9-0. Больше помещается, нет? Ну, что я говорил? Как раз хотело на меня вставать вставать вставать. А ты поход? Знаете, короче, сонинец. И так не можете спросить. Мне independently уже только не надо сказать, Так, ну, Мишка, я постригла. Вот тут вверху оставила 3 сантиметра. Не стала прям коротко ему состригать. Чё, мама, мультик мешает смотреть, да? Вроде всё хорошо. Тут 7 миллиметров, тут 9 миллиметров, чуть выше 12 миллиметров, а вверху прям 3 сантиметра оставила. Вообще идеально. Профессионал. Это, наверное, моя, не знаю, 50-я стрижка. В принципе, уже пора стать профессионалом. И я с двух сторон вот так вот. Ему прям вот отсюда 12 сантиметров, а выше 3 сантиметра. То есть прям я вверху оставила довольно много. Не хочу совсем короткий состригать. Мне нравится так. Зато теперь не будет лохматый, когда будет шапку снимать. Да, Миш? Всё, Миш, ты свободен. Никит, ты будешь следующий. Смотрите, какие длинные у Миши были волосы. Вот такие вот вообще. Миши были. Посиди, киди, смыла. Страшный. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ты знаешь, да? Че, че. Я не знаю, что это будет дай у Миши. 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 все детей постригла я вообще планировал их немножко попозже постричь дня через три хотела вот перед выходом с каникул но не выдержала просто сегодня оказалось у меня слишком свободный вечер они так здорово сидели смотрели мультики и перед мультиками их очень легко постригать вот стёпу не буду стричь вот эти кудряшки у стёпы мне очень нравится поэтому я хочу чтобы они остались вот именно такие кудряшки которые сейчас начали у него появляться именно такие я себе и представляла такие хотела я еще у сижге их на фотографии когда он был таким маленьким увидела и подумала что у стёпа такие же будут вот действительно они у него такие же очень милые поэтому я не хочу его стричь не знаю когда я в следующий раз буду стричь может быть за ушами буду ему состригать но эти вот кудряшки сзади мне очень у него нравится а у старших почему я их постригла я вообще оставила подлиннее вихлу подлиннее бы оставила но когда они надевают шапку самостоятельно они надевают вот салба наверх и как-то все волосы вот так вот как у попугайчика становится а когда они снимают шапку они волосы так и остаются и это невозможно ничем пригладить поэтому я даже периодически сама шапку надеваю и никите и миша если вот мы куда-то идем я им затылком вниз и натягиваю они так не умеют я не знаю почему в общем они по-другому как-то шапку надевать что у них этот хохолок так чаще остается а его можно пригладить только если полностью намочить волосы и потом уже высушить но это невозможно сделать там если в гости мы куда-нибудь идем или в ту же школу никита ходит он шапку эту снимет туда все торчит поэтому немного их все-таки постригла но я достаточно много оставила верху у никиты я вверху 4 сантиметра оставила у миши 3 сантиметра но это приличная такая длина поэтому все равно мне нравится как выглядит я не хочу чтобы они как вот там с короткими волосами были мне нравится когда верху остается ну такие вот столько хотя бы волос остается но сейчас у них там вот так уже волосы отросли поэтому все-таки немного постригла и теперь не будет вот этого хохолка после шапки так сейчас у меня в планах знаете что замонтировать вот этот волк который я сейчас снимаю потому что завтра день у нас будет достаточно загруженный я боюсь что мне времени на монтаж волга останется очень мало может быть только вечером она появится и опять будет очень поздно поэтому я наверно сейчас попытаюсь его замонтировать сейчас уже детей спать уложила и есть время а завтра наверно монтировать не буду просто поставлю его в определенное время чтобы он выложился но так у меня очень редко получается в log и выкладывать вот именно чтобы в определённое какое-то время. Обычно я вечером монтирую и сразу же выкладываю. Даже иногда не остаётся времени на обработку. Поэтому качество иногда плохое. Но качество это плохое, оно потом становится хорошее. Если немножко там подождать, минут 20, оно становится хорошее. Так что сейчас монтирую ВОК и поставлю его на загрузку сразу на завтра. А ещё я сегодня звонила маме, и мама говорит, а вы гадать будете? А я забыла совсем, в шестой на седьмой уже гадают. И я посмотрела, ещё хорошее время для гадания. А мы же каждый год гадаем. Ну так вот, чисто для интереса. Но нам просто нравится сам процесс, догадываться там, что получилось. В общем, сегодня мы не гадали. Мы будем гадать. Я там посмотрела, что можно ещё на Крещение с 18 на 19 гадать. И как раз последний день. В общем, будем гадать потом, попозже. А вообще, можно гадать вот эту всю неделю с Рождества до Крещения, я так поняла. Сегодня мы не гадали, будем гадать немного попозже. Но будем. Мне нравится эта традиция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова